В деревушке под названием Чаево-Качаево все жители очень любят носить шляпки и пить чай. Именно поэтому добраться в нее можно по железной дороге, рельсы которой чайные чашечки, а шпалы чайные ложечки. В этой деревушке есть дом, самое особенное место для каждого жителя. Первыми добрались два лучших друга Губка Боб и Патрик. Они привезли с собой закуску из морских водорослей для других гостей. В следующем на перрон сошел кот Матроскин. Он привез с собой нежнейшие молочные риски и бутылку домашнего молока. Третьей к столу подошла Дюдюка. Она не успела напакостить проводником поезда, в котором въехала, и с собой она ничего не привезла. Потом подошел Винни-Пух, который привез к столу баночку ароматного и душистого меда. Но главным героем нашей истории будет песик, который пришел самым последним, и ему не досталась чашечка. Друзья ему подсказали, что он может сходить к мастеру чайных дел, который даст ему чашку, если он правильно ответит на его вопрос. И песику, несомненно, удалось это сделать. Заветная керамическая кружка была у него. Он побежал на поле, встретился там с друзьями и выпил с ними много чашек чая. Почему мы рассказали эту историю? Да потому что все эти герои – это мы. А это дом нашего отряда, в котором все мы любим пить чай. Почему же 10-й отряд хотел бы прожить в кафе на картине Ван Гога? Наверное, каждому человеку в жизни приходила мысль о том, что он хочет приехать в красивое и наполненное счастьем место, которое будет не похоже на другие места, где будет существовать гармония. Картина Ван Гога всегда отличалась от других картин – оригинальностью и эксцентричностью. На этой же картине показана кафе вечером, украшенная отблесками света. Чувствуется уютная атмосфера спокойного вечера. Люди никуда не спешат. В общем, 10-й отряд решил выбрать это место, так как оно оригинально и неповторимо. От него веет вкусным запахом воображаемого чая и сладости. Это прекрасное место для проживания. Давайте посмотрим, как справились наши ребята. На моем фрагменте изображен навес. На оригинале показано красивое звездное небо. На оригинале изображена открытая уличная конфорта. Это часть двери. Я нарисовал дома вдоль улицах. День, которая растет неподалеку. Я изобразила верхнюю часть дома. Я изобразил летнюю теплую террасу, где этим длинным вечером ужинают люди. День, которая растет нанесен. Для создания дома отряда мы выбрали картину Васнецова «Заречная слободка Берендеевка», потому что она волшебная и сказочная. Именно это место может стать домом для таких, как мы. Это дом нашего отряда. Приходите в гости. Продолжение следует.